Всем привет, друзья и гости моего канала! Сегодня я буду готовить малосольную селёдку в домашних условиях, то есть домашний посол. Поверьте, попробовав таким способом один раз, вы всё реже и реже будете покупать солёную селёдку в магазине, потому что это гораздо вкуснее. У меня сегодня вот такая довольно-таки крупная селёдка, я её хорошо помыла. Ничего мы не счищаем, не обрезаем, никакие не плавнички, не удаляем внутренности, то есть ничего не делаем, просто помыли и всё. Дальше нам понадобится соль, сахар, да, не удивляйтесь, сахар нужен обязательно, потому что, к сожалению, я знаю, что многие засаливают селёдку без сахара, но я вас уверяю, попробуйте с добавлением сахара, вкус совершенно другой, это просто пальчики оближешь. Также я буду использовать чёрный перец горошком, чёрный перец горошком душистый, пара лавровых листиков, я вам сегодня покажу из расчёта рассола на 1 литр, в нём в 1 литре можно засолить и 2, и 3 селёдки, понятно, да, так вам будет удобнее. Дальше я использую чайную ложку горчицы в зёрнах, если у вас горчицы нет, не отчаивайтесь, ничего страшного, можно и без неё. Вот, и также добавлю кориандр, кориандр можно брать горошком, но у меня сегодня молотый кориандр, ну, где-то примерно пол чайной ложки. Ну что, и, конечно же, понадобится контейнер, у меня вот такой вот контейнер, то есть это может быть и квадратный какой-то судочек, лоточек, это может быть, на крайний случай, и банка, то есть что у вас есть, без разницы, я буду использовать контейнер. Так, поехали. Берём, друзья, любой мерный стаканчик, у меня вот такой вот, так, как я уже сказала, водичке нужно 1 литр, но сначала я беру кипяток, то есть у меня только закипел чайник, здесь обычный кипяток, прямо крутой. Наливаю буквально 150 мл. Я расскажу, для чего я это делаю. Так, налили 150 мл, берём столовую ложку и сюда добавляем соль 4 столовых ложки. Вот, одна, вторая, третья и четвёртая. Есть. И теперь добавляем сахар. С сахара я добавляю 3 столовых ложки, но без горки. Вот так вот горочку встряхнули, вот одна ложка, одна, вторая и третья. Как бы странно, возможно, не казалось, но сахар здесь играет огромную роль. Дальше добавляю сухую горчицу. Отправляю перец душистый, перец горошком, 2 лавровых листочка. Вот так вот, всё сюда. И добавляю кориандр молотый. У меня здесь пол чайной ложечки примерно. Ну, вот так вот. Будет достаточно. Если кориандр мы добавим в большем количестве, то селёдка уже получится у нас пряного посола. Всё это перемешиваем до полного растворения соли и сахара. Вот она, горячая, кипяточек у нас. И даём вот этому всему постоять буквально минут 10, чтобы оно настояло, чтобы все наши горошинки, лавровый лист, всё это, горчичка, всё отдало ароматы. Есть, конечно, немножко другой способ, но мне так удобнее. Смотрите, можно весь литр воды закипятить просто в кастрюльке, на плите, на газ поставить, там, да, что у вас. И там проварить. Но я не провариваю. Вот так вот достаточно нахождения всех специй буквально в 15-10 минут в кипяточке, аромат уже, поверьте, раскрывается. Вот. И дальше мы просто до литра дольём уже холодной воды. И тогда мы просто-напросто экономим время. Представьте, если мы в кастрюльке, пока с вами говорю, всё растворяется, у меня здесь перемешиваю. Если мы в кастрюльке всё это будем кипятить, кастрюля будет гораздо дольше, намного дольше остывать, нам придётся ждать. А я, например, не люблю ждать, мне хочется побыстрее. Поэтому перемешиваю до растворения и жду минут 10-15. Прошло у меня, друзья, 15 минут. Я доливаю воду до 1 литра. У меня просто холодная вода очищена. Я пропустила через фильтр. Доливаю до 1 литра. 1 литр. Ещё раз ложечкой хорошо перемешаю. Нужно убедиться, что весь и сахар, и соль растворились. Берём ёмкость, укладываем сюда селёдочку. Какая она у меня огромная, красивая, красавица просто. Вот так вот уложили и заливаем маринадом. Накрываю свою селёдку. То есть, тут запросто и 2, и 3 поместятся на 1 литр маринада. Накрываю вот так вот тарелочкой. Для чего? Чтобы селёдка у нас не всплывала, а находилась вся в этом маринаде. Можно даже сверху положить какой-нибудь гнёт, что-нибудь тяжёленькое. Что я делаю дальше? Я беру крышку вот этого контейнера. Очень важно, чтобы было с крышкой, да, чтобы у нас запах по холодильнику не бродил, не гулял. Закрываю и, друзья, отправляю в холодильник. Смотрите, в холодильнике она себе стоит, отдыхает, просаливается. Если пройдут одни сутки, селёдка будет прям такая, вот кто любит, прям совсем малосольная-малосольная. Но это на любителя. Я же люблю её кушать, когда пройдут двое суток. Вот двое суток – это обалденная малосольная селёдка. Если мне нужно, допустим, её использовать для салата, ну, к примеру, селёдка под шубой, то там я предпочитаю более солёненькую селёдку, чтобы в салате хорошо всё ощущалось. Трое суток вообще будет отлично. Но максимум четверо суток, иначе дальше она просто будет пересоленная. Всё, отправляем в холодильник и встретимся с вами через двое суток. Ну что, друзья, всё, пришло время. Смотрите, как быстро оно для вас прошло, да. Я свою селёдку буду использовать на салат селёдка под шубой. Смотрите, у меня в качестве гнёта было здесь всё-таки две тарелочки, чтобы селёдка хорошо утонула, вся была в маринаде, в этом рассоле. Убираю всё и достаю. То есть, понятно, да, два дня прям такая хорошего посола, три дня более солёная для селёдки под шубой, как в моём варианте. Достаем селёдочку, и остаётся её только почистить и разделать на филе. Ох, красивая крупная селёдка. Ну и заодно, друзья, покажу вам, как я разделываю селёдку. Значит, что я делаю? Я беру вот здесь, спариваю брюшко. Должен быть удобный острый нож. Вот так вот разрезали. Теперь отделяем голову, убираем, она нам не нужна. Вот. И удаляю, соответственно, все внутренности. Ну, где-то там молоки встречаются, где-то икорка. Если кушаете, пожалуйста, тоже можно съесть, тоже можно использовать. Убрали все внутренности. Да, наверное, кадры не очень красивые. Ну, что ж поделаешь. И селёдочку обязательно внутри я промываю под струёй холодной воды. Дальше, друзья, я отрезаю хвост. Оп, он нам тоже не нужен. И вот здесь вот по хребту, вдоль вот этого плавничка, делаю просто вот такой вот надрез. Я не делаю очень глубокий. Так, что-то у меня стол, а что-то стучит. Вот так вот. Сделали. И поехали. Я сразу беру пальчиками, вынимаю вот так плавничок, пальцем поддели. И вот этим пальцем продолжаю кожицу вот так вот снимать. Вот так вот поддела. Всё дальше у нас должно всё хорошо пойти. Смотрите. Оп. Где-то пальчиком тоже помогли. Так вот, подправили. Оп. И вот она, кожица полностью у нас. Оп, снялась. Видите? Всё отлично. И то же самое делаю с другой стороны. Вот. Ну, здесь уже просто краешек вот так вот цепляем. Главное его подцепить не спеша. Оп. Придерживаем и тянем. Придерживаем и тянем. Всё отлично снимается. Видите? Оп. Всё. Готово. Смотрите, как получилось. Теперь дальше. Тем же пальчиком вот так вот прохожу вдоль хребта. Здесь чувствуем косточки. И пальчиком отделили, отделили, отделили. И вот здесь вот одним и вторым вот так вот прижимаю. И отделяю. Вот они, реберные кости. Вот так вот нажимаю вдоль вот этих вот так вот такими движениями. Не знаю, наверное, слишком подробно рассказываю. Ну, пытаюсь объяснить. Всё равно есть, смотрят видеоролики молодые хозяюшки. Вот. Смотрите, вот такая филешка получается. Мы её дальше зачистим, обязательно обработаем. Сейчас снимем второе. Точно так же пальчиками вдоль хребта. Вот. Конечно, кадры, может быть, не очень красивые, но... А как ещё почистить селёдку? Вот так вот тоже надавливаю. Потянула. Надавила немножко, потянула. И видите, что происходит? Все реберные косточки остаются у нас на хребте. Да, некоторые кости остаются и в самой филешке. Здесь уже дальше просто вот так вот такими движениями аккуратненько. Смотрите, у нас остался, ну вот, чистейший просто хребет. Посмотрите, эти косточки остались на хребте. И вот эти по спинке тоже здесь остались. Всё, это выбрасываем. Если вот здесь какие косточки остались, да, то мы их, естественно, ножичком можем вот так вот поддеть. И уже вытащить. Обязательно вот эти плёночки тоже зачистить нужно, чтобы чистенько было, да. Пальчиком прошлись, где косточки немножко почувствовали. Вот они, видите, остались. Раз, раз, раз. Смотрите, они все выдёргиваются, все убираются. Потому что я буду готовить селёдку под шубой. Ну и неприятно, когда косточка попадает. Смотрите, значит, часто очень проблема, да, филирования селёдки. Вот здесь, где я провожу пальцем, остаются косточки. Здесь уже, конечно, если вам на салат, как мне, то я беру обычный пинцет и просто их вытаскиваю. То есть, они неизбежно всегда. Каким бы способом вы не чистили селёдку, всё равно вот эти вот косточки, они по-любому остаются. Поэтому дальше используем просто пинцет. Так, дальше, друзья, я свою филешку вот так вот переворачиваю. Удаляю вот здесь вот по линии брюшка лишнее. Это тоже мы убираем. Это такая жёсткая часть. И вот здесь вот остаётся плавничок. Тоже я его вот так вот просто срежу. Всё, филешка у нас готова. Посмотрите, красивая. Ну, жирненькая, конечно, селёдочка. Очень просто красавица. Ну и со вторым кусочком поступаю точно так же. Вот это перчик ароматный. Тоже вдоль брюшка срезаю. Вот. Убираю лишнее, где остались косточки. Вот так вот счищаю плёночку аккуратненько. И у нас в итоге вот такое вот красивейшее филе рыбное, селёдочное. Вот я сейчас, естественно, кусочек попробую. Как мне на соль? Всё ли в порядке? Отрезаю. Друзья, попробуйте обязательно. И вы убедитесь, что это гораздо вкуснее, чем покупная в магазине. Вот другой засол. Я не знаю, чем это обусловлено именно. Но совершенно по-другому. И мясо вот это вот рыбы, да, сама рыба. Оно не мягкое, оно не расползается. Оно довольно-таки упругое, плотненькое. В салате будет просто обалденно. Ну, на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Очень рада, если мой способ засолки селёдки кому-то пригодился. Всем приятного аппетита. Заходите на канал, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok